Добрый день, друзья! Искренне вам душевная благодарность за вашу активность под прошлым роликом про забастовочную активность. Второй обзор по этой же теме. Огромное количество сообщений поступает. Пожалуйста, ставьте лайки, пишите комментарии. Этим людям нужна наша поддержка, нужна максимальная огласка. На самом деле, большинство из нас, где бы вы ни работали, друзья, в офисе, на заводе, в шахте, да хоть в администрации президента, хоть в милицейском околотке, вас эксплуатируют сверх меры. Периодически. Вас заставляют делать работу, которую вы делать не должны, вам не доплачивают премий, отпускных, за переработки и так далее. Друзья, это наше общее дело — навести порядок в наших трудовых правах. Наша общая обязанность — бороться за наши права. Так давайте же поддержим тех людей, которые являются в этом деле снова первопроходцами, как сто лет назад. Наше национальное достояние — борцы с ковидом. Участники профсоюзной организации при ГБУ Медтранс Новосибирской области пожаловались нам на действия руководителя. Они рассказывают, что директор обещает 10 тысяч рублей годовой премии тем водителям скорой помощи, кто выйдет из состава профсоюза, ибо нехрена бороться за свои права. Те, кто решит остаться, получат всего 2,5 тысячи. Тем временем авиакомпания «Россия», дочка Аэрофлота, решила удержать из зарплат бортпроводников выплаченные доплаты. Вы прикиньте, какой цинизм. Вы уже получили премию, а теперь, простите, на эту же премию у вас сократится зарплата. Позавчера свыше 550 пилотов и бортпроводников авиакомпании получили приказ гендиректора Сергея Александровского. По нему, начиная с декабря, из зарплаты сотрудников перевозчика должны удерживаться излишне выплаченные средства суммарно в размере 26,7 миллионов рублей, из которых 17,7 миллионов с бортпроводников. Эти доплаты ввели после забастовки стюардесс и стюардов, а отменили с 1 января. А теперь хотят и те вычесть, рассказал один из сотрудников. В Москве на станции метро Сходненская невероятные сквозняки на входных вестибюлях. Температура на рабочих местах ниже нуля. Вот, посмотрите, градусник. Минус 5 градусов по Цельсию. Минус 5 градусов. Сотрудники начинают заболевать. Начальство не реагирует на ситуацию. Двери не закрываются. Поступает холодный воздух. Ну, представьте себе, если вы вынуждены всю смену стоять, не просто на холоде, минус 5. Вы стоите на ветру, холодном, влажном ветру, минус 5 градусов. Конечно, все заболевают. У меня вопрос. Граждане, вы профсоюз создали? Граждане, дорогие, вы итальянскую забастовку объявить не думали? Итальянская забастовка, когда вы не ходите с плакатами, не кричите, вы спокойно не выполняете ваши рабочие обязанности, тыкая начальству в нос инструкцию. Вы обязаны обеспечить нам нормальные условия работы. Плохое освещение. По инструкции я не могу работать, это опасно. Я в станок палец засуну, и все, пальца нет. Ну, как бы инструкция, техника безопасности. Я не имею права, понимаете, это не вы такой бузатер, скандалист. Нет. Вы просто не можете работать, пока не созданы должные условия. Вот что такое итальянская забастовка. Что же вы терпите-то, когда за ваш счет другие люди просто экономят? Ведь понятно, что все такие ситуации, когда в шахтах отключаются приборы учета концентрации опасных газов, метана взрывоопасного. Когда плохое освещение на рабочих местах, когда цех не отапливается, или вот московское метро, богатейшая организация сама по себе, богатейшая, монополист, гребет деньги лопатой, регулярно повышается цена за проезд. И что? Не могут сотрудникам нормальные условия работы обеспечить? Да, конечно, могут. Просто наплевать. Пока вы не боретесь, на вас всем наплевать. Граждане, приветствую вас. Я водитель предприятия в Попад-Одер. За рулем я нахожусь уже более 15 часов. Голова кружится, голова тяжелая, шея тяжелая. Как не было у нас обедов, так обедов и нет. Самигулин продолжает лишать водителей обедов. Но, как говорится, пожаловаться в принципе некому. Поэтому вот обращаюсь, уважаемые граждане, к вам. Прошу вас распространить эту информацию, потому что очень страшно не везти такое количество пассажиров. Уважаемые граждане, из-за нарушения трудового кодекса наш водитель уснул за рулем и попал вот в эту жуткую аварию. Вопрос к Самигулину Руслану. Собственно, комментарии излишни. Пожаловаться некому. Единственная надежда на нас, на общественную поддержку. Поэтому, друзья, еще раз прошу, ставьте лайки, пишите комментарии, делайте репосты. Люди пытаются бороться, но они не знают как. У нас каленым железом выжигается дух справедливости, дух сопротивления, дух борьбы за наши права. Людям премии обещают, лишь бы они из профсоюзов повыходили. Во Владивостоке руководство муниципального автопарка заставляет водителей работать по 15-18 часов, что приводит к ДТП. Водители муниципального предприятия города Владивостока, Владивостокское производственное объединение. И что-то мне подсказывает, что в нашей стране это далеко не единственное, а одно из десятков производственных объединений пассажирского автотранспорта. Жалуются, что гендиректор Рустам Самигулин, почему-то очень часто во всех этих историях замешаны неславянские фамилии, заставляет их работать по две смены подряд, без обеда, из-за чего уставшие и засыпающие за рулем водители попадают в ДТП. При этом руководство недалее как месяц назад, 17 декабря, официально рапортовало, что стало участником национального проекта «Производительность труда». Охренеть! Они выдавливают эту производительность из людей, утвержденного указом президента в 2018 году. И при поддержке регионального оператора нацпроекта в лице регионального центра «Компетенция Приморского края» помогает работникам освоить азы современного бережливого производства. Разбитый автобус, пострадавшие пассажиры — это, видимо, и есть бережливое производство. Друзья, итальянская забастовка. Пока вы терпите, естественно, всем на вас наплевать. По-хорошему, у нас сейчас должны стоять на повестке дня вопросы формирования общенациональных, огромных массовых профсоюзов, водителей, курьеров, сборщиков, офисных работников и шахтеров, и заводских рабочих, как это во многих странах есть, в той же Америке. У них огромные профсоюзы, огромные просто, гигантские. Именно из профсоюзов те люди, которые отстаивают конкретные права, понимаете, не бла-бла-бла занимаются, а конкретно изменить рабочий график, изменить график отпусков, добиться нормальных условий работы, добиться питания на рабочем месте. Вот люди, которые занимаются конкретными реальными вопросами, они потом и делают карьеру в политике. А у нас кто в политике идет? Кто? Журналисты? Телеведущие потом становятся политиками? Друзья мои, вот будут у нас нормальные профсоюзы, боевые, по всей стране, которые будут объединять сотни тысяч и даже миллионы человек. Вот мы увидим и нормальную политику. Мы увидим людей, которые работают для нас, а не за наш счет, набивают свои карманы. Бюджетников на Урале заставили писать хвалебные комментарии в соцсетях. Необходимо за сегодня, утро-завтра, обеспечить от каждого учреждения не менее 10 положительных комментариев под постом губернатора Свердловской области о 88-летии Свердловской области, цитирует октагон Урал, попавшую к нему инструкцию, разосланную руководителем учебных заведений Свердловской области. В документе изложено и то, что писать. В комментариях писать личное отношение к родному краю, любовь к родному краю, уральский характер, опорный край, особые люди, большие достижения, сильные традиции. Значит, друзья, имейте в виду, если вдруг вы видите где-то комментарии в социальных сетях, на Ютубе, во Вконтакте, в Одноклассниках, в Инстаграме про любовь к родному краю, про патриотизм, про какой-то особый уральский характер, про опорный край, про особых людей, про большие достижения, про традиции, знайте, вполне возможно, это учителей, директоров и заучей заставили писать эти комментарии. А эти люди на самом деле ни хрена не патриоты, потому что по своей воле такие комментарии писать не стали. Вы представляете, насколько они опустились? И это учителя, которые готовят подрастающее поколение. Вы представляете, что эти учителя, после того, как их заставляют вот этим заниматься, что эти учителя расскажут нашим детям? То есть есть два варианта. Либо этот учитель со стеклянными глазами скажет, «Да, я правда люблю своего губернатора, потому что он заставляет меня писать комментарии». Во-первых, дети такое чувствуют. А если дети тоже со стеклянными глазами поверят, то вот такие ура-патриоты, немножечко деревянноголовые, это вообще тупик нашего цивилизационного развития. С другой стороны, учитель может закрыть дверь и тихонечко сказать, «Дети, знали бы вы, как я ненавижу всех этих тварей, ура-патриотов, нашего губернатора, нашего министра и далее по списку?» Вы представляете вообще, что у нас делается? Слава богу, после того, вот только после того, как это все попало в интернет, опять же, молодцы люди, что не стали молчать, что хотя бы журналистам передали эту информацию. Уважаемые коллеги, мое поручение обеспечить от каждого учреждения не менее 10 положительных комментариев, признаю ошибочным, это была моя инициатива, и нужды в подобном обращении не было, но это уже сделано, поэтому считаю правильным обратиться к губернатору о своей отставке, что мной сегодня и будет сделано. Здесь, кстати, не очень по-русски написано, возможно, потому что человек был не трезв, ситуация так себе. Человек подал в отставку, ну и слава богу, хотя не факт, что эту отставку примут, и абсолютно не факт, я скорее уверен в противоположном, что он покинет властные коридоры. Наоборот, такие люди обычно закрепляются, такие люди нужны системке, которые могут взять удар на себя, уважаемые коллеги, я передумал. Оказывается, помимо похвалы региону, этот человек просил писать похвалы лично себе. Екатеринбургских бюджетников заставляли писать положительные комментарии под постами местного губернатора Куйвышева. Миллиардеры из группы компаний ПИК, считая свои купюры, опять подзабыли про совесть и оставили десятки консьержей без зарплаты. Поэтому последним ничего не осталось, кроме как пойти к офису компании и требовать оплаты своего труда. По словам одной из участниц мероприятия, их задержка составляет более четырех месяцев. В ПИКе от простого люда открещиваются рассказами, что деньги им должна выплачивать подрядная организация, с которыми у застройщика заключен договор. Однако подрядчик никаких денег не видел и ни о каких деньгах не слышал. Есть информация, что это не первая забастовка консьержек. Все началось в первых числах января, но ВОЗ и ныне там. Кстати, жители домов исправно оплачивают квитанции. Как рассказывают консьержи, подрядчик регулярно меняет телефоны и юридические лица. Плохо зарплату получают и дворники. К слову, консьержи, несмотря ни на что, продолжают работы и написали заявление в полицию о невыплате заработной платы. Молодцы, но лучше учредить профсоюз, нанять юристов и вытрясти из них все причитающиеся. Российскую картину «Продукты-24» о гальяновских рабах, это вот 15 минут от меня на автобусе, покажут на Берлинском кинофестивале. Лента основана на реальных событиях, так называемом «Деле гальяновских рабов» в 2012 году. Активисты движения против современного рабства «Альтернатива» при поддержке журналистов освободились подсобки круглосуточного магазина в московском районе Гальянова 12 человек, 9 женщин и 3 мужчин из Казахстана, Узбекистана и Таджикистана. Как выяснилось, многие из женщин, работавшие в магазине, более 10 лет находились в рабстве, подвергаясь жестокому обращению и сексуальному насилию. По итогам разбирательства, прокуратура Москвы не нашла состава преступления в уголовном деле о незаконном лишении свободы сотрудниц магазина. Бывшие рабы не подали жалобу в Европейский суд по правам человека, который рассматривается до сих пор. Ну и в итоге эта славная информация превращается в художественный фильм и доходит до престижного берлинского кинофестиваля. Да, борьба за права трудящихся, это в том числе и борьба за права мигрантов. Как бы, может быть, для кого-то парадоксально это не звучало, если мигранты будут трудиться на территории России в соответствии с законами России и не будут на положении современных рабов, это очень быстро приведет к тому, что низкоквалифицированный работник из Средней Азии, который не говорит по-русски, который не может социализироваться, для которого нужно организовать общежитие, организовать специальную столовую, а для простого россиянина, у него есть свое жилье и так далее, этих людей будет невыгодно привозить. Это же все дополнительные расходы. Все расходы, которые несет олигарх на мигрантов, то есть это и нужна ментовская крыша, прошу прощения за мой французский, это нужен транспорт, это нужны общежития, это нужно питание, это нужно утрясать все вопросы визы, миграционных разрешений и так далее. Все это компенсируется тем, что люди работают в положении рабов. Они перерабатывают, они терпят невыплату зарплаты, они терпят удержание зарплаты, они терпят низкий размер самой зарплаты. Короче говоря, трудятся, не покладая рук, они могут работать в нечеловеческих условиях, ну, например, укладка асфальта, когда человек вдыхает вреднейшие нефтяные испарения. Это же очень вредная работа. Регулярно, уже полжизни я наблюдаю, как они кладут асфальт, и все время удивляюсь. Ребята, ни респираторов, никаких защитных масок, ни противоказов, ничего нет. Три-пять лет работать, укладывать асфальт, и все. Онкология, другого рода заболевания, ты уже старик. Там парень 20-25 лет начинает работать, через пять лет он будет чувствовать себя на 45-50, в лучшем случае, если не разовьется онкология. Это же ужасно. Этих людей используют из экономии. Если мы добьемся человеческих условий работы для всех, то миграционная проблема, завоз в нашу страну людей, которые по-русски не говорят, которые не хотят и не могут в нашем обществе социализироваться, вот это разрыв культур, это во многом решится очень быстро. Это все взаимосвязано, дорогие друзья. 2265 сотрудников ОР-групп «Обувь России» могут остаться без работы. Компания допустила технический дефолт по облигациям на сумму 592 миллиона рублей, после чего и акции обвалились на московской бирже. Держателем бумаг является государственный промсвязьбанк. В случае провала переговоров с ним, группу ждет кросс-дефолт по другим выпускам облигаций. Финансовое состояние компании плачевное. В 2020 году при выручке 7,3 миллиарда рублей она получила убыток 40 миллионов. По состоянию на 21 января 2022 года есть решение о частичной или полной приостановке операции по счетам компании налоговым органам. С 2017 по 2019 год акционером тогда еще ГК «Обувь России» был миллиардер Михаил Прохоров. Помните, кандидат в президент ее мобили нам обещал. Проблемы у компании могли возникнуть после его ухода. Если долговые обязательства перед промсвязьбанком не будут погашены до 3 февраля, технический дефолт может стать реальным. Перевожу на русский язык. Дорогие друзья, к нам подкрадывается экономический кризис. Очень уверенно. И ко всем нынешним проблемам добавится массовое банкротство корпораций. Массовое. Подчеркиваю, у нас сейчас за последние два месяца многие российские компании серьезно подешевели, что касается акций. Сыграли свою роль угрозы санкциями, вот это бряться неоружием, переговоры с НАТО, конфликт в Казахстане, и там что только не происходило за последние месяцы. Но эта компания конкретно заимела проблемы вовсе не из-за этих всех вопросов, а просто потому, что у людей мало денег на покупку обуви. За последние два года ковидокризис, экономика в платьевном состоянии, и вот цветочки сменяются ягодками. Корпорации начинают объявлять дефолты, у них нет денег на выплаты по облигациям, у них увеличивается кредитная долговая нагрузка, они сейчас будут схлопываться, другие олигархи будут их по дешевке скупать, будут скупать склады, персонал, будут скупать транспортные различные объекты, все что угодно. И нам к этому тоже нужно быть готовым. В любом случае, ваша безопасность серьезно повышается, если вы состоите в какой-то профсоюзной организации. Поэтому, друзья, призываю вас, пожалуйста, используйте эту опцию, готовьтесь, потому что сейчас времена в экономическом плане будут очень и очень непростые. Нам экономисты рассказывают, официальные, минфиновские, центробанковские, что кризис вот-вот кончится, сейчас коронавирус уйдет и все рассветет. Нифига подобного. Наоборот, нас ждут очень тяжелые времена. Как только в Америке прекратят накачку экономики напечатанными, свеженапечатанными долларами, начнется схлопывание. И такие рисковые рынки, как Россия, мы считаемся рискованным рынком, у нас высокие проценты можно заработать, но и риски большие, в первую очередь побегут от нас. Из Турции уже сбежали, там обвалилась валюта в половину. Рублю тоже это грозит. Рубль по 100, по 120 рублей, по 150 рублей, это вполне реальная перспектива. Может быть, через полгода, может быть, через полтора года, точно не скажу, и никто не скажет. Но эта перспектива маячит. Банкротство многих компаний, вот, пожалуйста, обувь в России уже передает нам приветы. Дорогие друзья, спасибо за просмотр. Надеюсь на ваши лайки, репосты. Вместе мы сила, вместе мы победим. Объединяйтесь, самоорганизуйтесь, создавайте профсоюзы, родительские комитеты, экологические организации, вступайте в партии, вступайте в движение. Один в поле не воин, а вместе мы сила. До новых встреч. Пока. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова